Всем привет, дорогие друзья! С вами Залел, и мы сегодня с вами будем получать хорошую концовку, плохую и счастливую в Ведьмаке третьем. Ну, точнее, я буду объяснять, как же всё-таки получить. Я же обещал, и всё-таки обещание надо сдержать. Извиняюсь, что всё-таки запоздал. Первая у нас счастливая концовка. Итак, как вы помните, в замке после битвы Цири расстроена. То, что вот, конечно, умер наш браток, но мы её можем спокойно поддержать, просто выбираем, знаем способ. Да, я знаю, что может поднять настроение, и смотрим. Эй! Ты пожалеешь! Ты был прав. Помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий. После этого, на утро, Цири нас разбудит. То, что мы должны уже ехать на шабаш. К ведьмам. Но, прежде чем поехать, мы всё-таки должны заехать. К императору я, когда проходил, не заезжал, но это тоже основная часть, так что лучше заедьте. Ты знаешь, что император искал тебя? Йеннифер говорила что-то такое. Он хотел увидеться с тобой. Зачем ты мне это говоришь? Потому что, возможно, это твой последний шанс увидеться с отцом. Думаешь, надо съездить? Может, он просто хочет поговорить? Ты уверен? Он обещал, что не будет тебя ни к чему принуждать. То есть, я должна ехать? Он твой отец. Когда мы уже приедем, император так слегка офигеет, что мы сдержали слово. Мы скажем, мы здесь по воле Цири. Так и будет. Твоя награда. И насчет награды, естественно, ребят, мы ее не принимаем. Мы сделали не ради денег. Я приехал не за платой. Ты просил привезти твою дочь. Я сделал это. Цири выслушает тебя, и мы уйдем. Уверен? Тебе не придется убивать чудовищ по сточным каналам. Я уверен. Понимаю. Честь не позволяет принять плату. В таком случае в конюшнях ждет чистокровный нильфгардский жеребец. Прими его в знак благодарности. Благодарю. А теперь прости, я хочу поговорить с дочерью. После того, как мы найдем лабораторку нашего эльфского друга, мы попробуем разнести там все к чертям. А теперь прости, я хочу поговорить с дочерью. А теперь прости, я хочу поговорить с дочерью. А теперь прости, я хочу поговорить с дочерью. После вот этого сыр-бора, Цири выйдет на улицу и скажет, мол, надо повидаться со старым другом. Но, к сожалению, он мертв, и мы должны вместе с ней поехать. Это обязательно. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндерсфиале. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Что случилось? Цири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он? Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Я пойду с тобой. Спасибо. Можешь открыть нам портал на Хиндерсфиале? Могу. Ну, идем. Только не задерживайтесь, хорошо? Угу. Пока. Давай посмотрим. Могила должна быть совсем свежая. Спасибо, что пришел. Не люблю я ходить по кладбищам. Особенно одна. Посмотрим вместе. Пойдем. Ласси, сын Ньорда. Олаф, сын Уве. Инги, дочь Тротнера. Холера. Его здесь нет. Нет могилы Скияля. Геральт. Я не уйду отсюда, пока не похороню его. Подумай. Что могло случиться с телом? Его не сожгли. Так хоронят королей и героев. Сомневаюсь, чтобы его оставили лежать в саду. Ах, ублюдки. Что? За деревней есть такая яма. Туда сбрасывают овец, спавших от ящера. Ночью крабы объедают их до костей. Ах, ублюдки. Что вы здесь делаете? То, что вы должны были сделать уже давно. Хороним Скияля. Вы хороните Труса. Вопреки решению старейшин. Уходите отсюда. Вы попираете наши законы. Не ори. А то сейчас понадобится копать вторую могилу. Как вы можете его защищать? Место Труса. В канаве. Скияль вам жизнь спас. Дикая охота гналась за мной. А то, что ты сказала... Не знаю, правда это, нет. Пусть с Кьяля судят боги. Хорошо, что мы сюда приехали. Ты не представляешь, как это мучило меня. По крайней мере, они не будут плевать грязью его имя. Пойдем отсюда. Возвращаемся на корабль. Угу. На этом выбор и заканчивается. Дальше у нас будет концовка, где она будет прокручивать свои воспоминания. Из-за этого-то и все и зависит. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Показывать всю концовку я не буду, потому что слишком много времени. Если что, ребят, ссылочка будет в описании на все концовки. Я уже где-то там час аж проходил. Итак, переходим к следующей концовке. Хорошей. Порядок действий не меняйте. Все сделайте то же самое. Но есть тут такие квесты. Называются... Найду око за око, где надо помочь именно Роше. Вы обязательно должны выполнить этот квест. Геральт из Риви. Геральт из Риви. Живой и здоровый. Ты говорил, у тебя какие-то проблемы? Угу. С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить Нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, чтобы Янка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Бьянка, мать твою! Ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы. Идешь на самоубийственное задание. И вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с исками наружу. Ты мне не отец, Роше. И не тебе говорить, как мне одеваться. Я твой командир. И ты будешь меня слушать. Ты по-прежнему в армии, мать твою, заново. Я не могла их бросить. Они нам помогли. Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители. Учись на знахарку! Ебаный хер! Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Идем. Френ. Один остался. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Ты меня слышала? Да. Я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгир и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Роше прав. Кроме того, убить безоружного. Роше, да что с тобой? У тебя яйца отсохли? Это же садисты! Окупанты! Я потом объясню. Ты, Нильф, вали отсюда! Моран Танг. С Диерман Тава. Иди, пока я не передумал. Следующее наше задание. Так, давайте посмотрим дополнительные задания. Смертельный... Вот враг народа тоже, кстати, надо выполнить. А смертельный заговор. Переходим к нему. Ах, Геральт. Хорошо. Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение? Все только о нем и думают. А многие сами бы за него взялись. Бояться нечего. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вриданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Ридании. Ее восстание изменило ход истории. И это нас объединяет. А что до крови? Мы пустим кровь только Родовиду. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Ты раз, Геральт. Отсюда я и сам доберусь. Обязательно расскажу Ди-Икстри и Роше, как ты Огу подназрал. Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота. Бывай. Удачи тебе. Ох, она мне пригодится. Родовид та еще бестия. Но мы что-нибудь придумаем. Точно тебе говорю. Скоро о его смерти весь Север будет говорить. Постарайтесь только, чтобы не говорили про трех убийц, которых отправили на дыбу. Хе-хе-хе. Не боись, Геральт. Мы не пропадем. Бывай. Еще, так сказать, одно задание в копилочку. Следующий враг народа, как я вам уже и говорил. Обязательно выполняем. Какие-то проблемы? Одна сука сплошная проблема. Ну а тебе-то что? Ты еще кто? Геральт из Ривии, ведьмак. Меня прислал Родовид. А, так мы тебя ждали. Не вижу особой радости. А чего ты хотел? Мы сделали половину дела, а вся слава достанется тебе. Говорят, вы не могли попасть внутрь. До вчерашнего дня. А потом нашли вот это. Вроде ничего особенного, но сила в нем огромная. Он открывает вход. Прекрасно. Позволь, я это заберу? На, подавись. Ну, посмотрим, где там Филиппа. Не думай, что мы туда полезем за твоим трупом. После всего этого, когда вы начнете уже собирать ложу чародеек, вы должны будете защитить Филиппу. Но выбирать лучше всегда первый вариант. Против тебя я ничего не имею, Геройт. А с Филипп нам есть о чем поговорить. Помнишь, как ты подослала ко мне убийц, дорогая Филипп? Ты допустила ужасную ошибку. Такие вопросы надо решать лично. И сейчас я покажу тебе как. Ты ничего не будешь ей показывать. Она мне нужна. Да срать я хотел. Я долго ждал этого момента. И прости, но твои планы интересуют меня, как махакамский снег. Филипп пойдет со мной. И ответит за все милости, которыми меня одарила. Ты всегда умел ценить важные сведения. Поэтому я не верю, что ты можешь сказать нечто, о чем я сам не знаю. Император Нильфгарда не сумел перетянуть на свою сторону торговую корпорацию. Оппозиция взяла его за жопу? О, тогда белому пламени недолго осталось плясать на курганах врагов. Его дочь вернулась. Император хочет отречься в ее пользу. Невозможно. Цирилла? Это может изменить ход войны. Если только ты не ошибаешься. После этого он нам даст квест. Где мы уже и начнем. Называется Дела государственной важности. Последний квест. Очень важный. Я уже видите немного тут прошел. Но не важно. В общем вот такой именно квест. Та-та-та-та-та. Выманить Родовита. Ну идемте. Чего тебе? Ваше Величество. Ведьмак с новостями о Филиппе Эльхар. Надеюсь в этот раз ты принес что-нибудь получше магических кристаллов. Я знаю где она. Может быть. А может быть ты хочешь обмануть меня. Как другие. Я профессионал. Мне дорога моя репутация. Было бы глупо приходить к тебе с пустыми руками. Кольцо моего отца. Филиппа запечатывала им свои приказы и рассылала их от имени короля. Где она? Под самым твоим носом в Новиграде. В доме на мосту, который ведет на храмовый остров. Почему ты не привел ее ко мне? Сперва ее надо поймать. Я только выследил ее и украл кольцо, чтобы доказать, что нашел ее. Ты ее боишься? Нет. Ты хочешь убить ее сам, своими руками, и я об этом знаю. Ты пойдешь со мной. Губрехт, собирай людей. Сколько, Сир? Всех. Откройте! Я приказываю открыть дверь! Надо было попросить. Мы в расчете. Я совершенно искренне. Простите. Не смогла отказать себе в удовольствии. Как она? Видишь ли, завтра в полдень командующий группой армий «Центр» подпишет договор от имени Эмгыра. Условия договора оговорены с Дейкстерой. Значит, в Велине, когда тебя поймали тролли, ты... Да. Я возвращался с переговоров. Эмгыр получает Айдирн и Лирию. Из Тимерии он выйдет. В обмен на голову Родовида и прекращение партизанской войны... Тимерия станет вассалом Империи. Самоуправлением. С собственными судами, администрацией и войском. Серебряные лилии расцветут в лучах Великого Солнца. Будь я поэтом, я бы сказал как-нибудь так. Но я не поэт, так что скажу просто. Другого выхода нет. Роше, ты с Нильф Геардом? Ради Тимерии я готов обниматься с Нильфами, как последняя портовая блядь. Когда конец, кончал бы все, как просто. Все кончить сразу. Чтобы одним ударом все завершалось и кончалось здесь. Это что? Вак Мэтт, акт первый, сцена седьмая. Всегда мечтал сыграть в это. Но меня брали только на роль второго пикинера. Геральт, выброси из головы все, что сказал тебе Талер. Не будет никакого договора с Нильф Гардом. Предание под моим просвещенным правлением будет сражаться до победного конца. И победив, объединит все земли Севера, включая Тимерию. Что? Как? Не об этом мы, сука, договаривались. Это правда. Вместо этого мы настаивали на сомнительной независимости одного государства. И чтобы восстановить ее, мы отдали Эмгиру едва ли не все остальные королевства Севера. Не самое мудрое решение. Так не годится. Твой личный ублюдок, я этого не допущу. Вообще, как раз ты, Роше, должен понять, что у меня нет выбора. Почему я это должен понимать? Потому что ты тоже патриот. Геральт, это тебя уже не касается. Ты можешь идти. Удачи тебе на пути и все такое. К сожалению, наших ребят хотят замочить, особенно нашего Роше. И мы не должны позволить. Беда. Тогда ты умрешь вместе с ними. Убить их всех. Ох, ебись оно все в три прогиба. Еще бы немного. И... Это еще не конец. Завтра Нильфгардцев должен встретить посланник. Не сомневаюсь, что Дикстра приказал его убить. Этого допустить нельзя. Прости, но я не могу, я... С тебя политики достаточно. Понимаю. Когда все закончится, приезжай в Вызиму. Тебя примут с почестями. Прощай, Волк. Прощай, Волк. Прощай, Волк. Прощай, Волк. Продолжение следует... 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 Итак, после битвы мы должны утешить Цири, но не выбирать второй вариант, а именно первый. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим, маятник — легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? А Валак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило, ну что угодно, ты всегда умеешь взять себя в руки. Насчет ванильного пудинга не знаю, но знаменитый самогон Ламберта всегда мне помогал. Хуже мне уже не будет. Сильно. Может, попробуете другой способ? Мы столько перепробовали. Не огорчайся. Ты не должна быть мастером во всем. Ты отлично владеешь мечом, луком. Магию оставь чародейкам. Да. Налей мне еще. Так же, действительно, мы должны еще раз поехать к ее отцу. Но на этот раз мы должны все-таки принять деньги, чтобы расстроить Цири. Ваше императорское величество Гарольд из Ривии и... Цирилла Фиона Эллен Рианон, королева Цинтры, принцесса Бругии и герцогиня Содонская, наследница Инис Арцкелек и Инис Анцкелек, владычица Атрия и Абьяра. Привыкай. Вскоре перед тобой начнут преклонять колени все. От Нильфгаарда до Драконьих Гор. Я не думал, что ты сдержишь слово, ведьмак. Я всегда держу слово. Я тоже. Твоя награда. Спасибо. Геральт? Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто. Округлим до сотни. Все, что вам причитается. Здесь прошу расписаться. Пожалуйста. Ну что? Если он думает, что может меня купить, то глубоко ошибается. Кстати, что это за спектакль с этими деньгами? У Императора их достаточно, и я не вижу повода, чтобы мы с нами не поделиться. Значит, с самого начала дело было только в этом? Дело всегда было только в тебе. А выглядело так, будто все-таки в деньгах. Цири, я... Тогда не нужно было их брать. Ох, молчи лучше. Может, когда мы доедем до Вилли, она меня отпустит. После разговора с эльфкой в лаборатории, мы должны именно сказать, чтобы Цири успокоилась. Ты даже не собираешься меня успокаивать? В тебе ген Лара, и с этим ничего не поделаешь. Ты получила ее талант и ее силу. Эта эльфка отдала бы сто лет жизни, чтобы оказаться на твоем месте. Сомневаюсь. Ты родилась великим даром. Как ты его используешь, зависит только от тебя. Что это? Ожерелье Лары Дорен. Красивое, но... Носи его. Пойдем отсюда. Ну и напоследок, чтобы вывести ее из себя, просто скажем, что нет времени посещать могилу. Нам сразу нужно на корабль. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндерсфиале. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Что случилось? Цири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он? Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Цири, у нас нет на это времени. Ты сходишь туда позже. Сейчас есть более важные дела. Да. Всегда есть что-то более важное. Я с ней поговорю. Ты же все разболтаешь. Ты же все разболтаешь. Субтитры сделал DimaTorzok и в конце мы видим, как она будет сейчас прокручивать воспоминания и понимает, что вот Геральт какая сволочь. Поэтому она будет сейчас умирать, а потом и мы умрем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем-то, ребят. На этом все. Спасибо за внимание. Я просто долго перепроходил. Действительно старался. Не думайте, что я там скачивал где-то с интернета сохранение. Нет, мне приходилось самому все проходить. С вами был Зелел. До скорой встречи, дорогие друзья. Бай-бай! Субтитры сделал DimaTorzok